Инвокер в центр или другой какой-то хороший персонаж, который бьет тоже руками Шедоу Финт или Эмбер, например. В общем, вариантов у Вичи Гейминг большое количество. Сейчас пул героев действительно широкий и выбрать есть, из чего забирают Тайдхантера. Возможно, побаиваются пика Террор Блейда, потому что Тайдхантера очень часто используют против Террор Блейда. Тайдхантер, который Энчер Смешем сбивает весь зеленый урон, точнее белый урон, которого у Террор Блейда очень много, потому что герой статовый и Метаморфоз задает ему именно белый урон. Поэтому Тайдхантер круто смотрится на этой позиции. Возможно, летает дух Ротикея в команде Вичи Гейминг Тайдхантер. Редкого вижу. Дух Ротикея из Вичи Гейминг Джереми. Он, видимо, в Вичи тоже был много времени. Да, 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 все верно. А что у нас со Сларком? Сларк вроде бы есть. Есть. Вики, можно взять Сларка против Тайдхантера, но там есть Дизраптор, Дизраптор и Эрспирит. Есть АОЕ дэмэдж, поэтому Shadow Dance будет прилетать неслабо этому Сларку, поэтому Сларк-то может быть здесь. И не заберут. Хотя, честно говоря, мне кажется, что и Сларком можно играть, и Террор Блейдом можно играть. Главное, хорошо отстоять на лайне. Главное, не проиграть Мид, так как Лина на предыдущей карте Мид, ну, так, немножечко проиграла. Все-таки очень мало слотов было у Мидера Вичи Гейминг. На предыдущей карте он успел только Shadow Blade купить, Bloodstone, и, кажется, все. Ну, там, два талисмана и тапки. Ну, второго, особо-то ничего... Ну, да-да-да. Особо-то ничего Лина не нафармила по сравнению с Квапой, которая имела все-таки в разы больше. Угу. Там и Шива была, и Орчет. Верно, верно. То есть артефактов у Queen of Pain было выше крыши. Тут Вичи Гейминг у нас выбирают Урсу. Их опасения понятны. Урс хорош против Джаггера, Тегхантера. Мне кажется, что выбирать их Омкин будут между двумя героями. Это Сларк и Террор Бейд. Хотя, опять, остается Клинкс, остается Вивер, остается... Ну, Вивер, наверное, не очень хороший герой, но Клинкс тут не очень нравится. Я даже удивляюсь, почему этого героя так редко пикают. Ведь очень часто команда показывает своего хардера, и это, например, какой-нибудь действительно опасный Omni-Night. Кстати, Omni-Night вообще почему-то забыли команду, только вот о Роу Тике, о котором мы сегодня вспоминаем, в виде Тейтхантера, он продолжает на Омнике играть. А Бадона почему-то перестали брать. Начали других использовать хардеров. Это, конечно, хорошо, приятно на это смотреть, но все-таки такая мысль прокрадывается в голову. А почему же? Почему же так происходит? Патч вроде бы никакой не выходил. Мета, что ли, поменялась как-то? Да вроде не особо. Ну, вот и Хоумкин, собственно, Террор Блейды выбрали, о чем я и говорил. То есть, видимо, Вич и Гейминг знали то, что соперник будет выбирать между такими двумя популярными героями, как Сларк и Террор Блейд. Террор Блейд хорош против Джаггера, против Тайтхантера относительно неплох на линии, с учетом того, что саппорты будут помогать. Террор Блейд в принципе хорош против Джаггернаута, против Тайтхантера он не очень хорош, но опять, когда ты активируешь метаморфозу Тайтхантеру тяжело доходить. Ну, то есть, Тайтхантер, он вроде бы и контрит ТБ, но надо грамотно игру свою построить, а это не всегда получается. И поэтому Террор Блейд брать против Тайтхантера можно и нужно. И Вич и Гейминг на Ласт Пик забирают Квин оф Пейн, при условии, что и Хоумкин баняли Тинкера. Естественно, Тинкер просто не дает что-либо сделать Террор Блейду в мид и лейт гейме, когда у Тинкера появляется Аганим Лазер, а у Террор Блейда нет возможности до этого Тинкера как-то быстро добраться. Он очень медленный. И все, что может делать Террор Блейд, это активировать метаморфозу и бить, бить и еще раз бить. Что и должны позволить ему сделать Яхоумкин. Да, в итоге тут у нас противостояние в центре будет повторение, так сказать, но при этом мидеры схватнулись героями. То есть теперь у нас Лина от Яхоумкин, Аквапа от Вичи. Посмотрим, кто же в итоге окажется сильнее. Вот если вторая будет для Акин, то определенно мидер сегодня у Кинов будет лучше, нежели мидер у Вичи. По крайней мере, по итогам матча текущего. Кстати, по поводу матчей параллельных. Умиграются матчи СЕ региона. Там уже гранд-финал в рамках Азии. И фейслес одолели Минески 2-0. При этом сами фейслес отлетели от клатчей. Что меня, в принципе, удивило. Как бы я знал, что клатчи хороши, но то, что прям без шанса вынесли они в винарах фейслес, это неожиданно. Варды уже успел писать земелья. Такие вот на верхней линии. Заблочил он отвод. Плавает Тайтхантер. Знаешь, по поводу, кстати, этого варда, который ставится в харде, были матчи на Кубке России. Там было 6 команд. И просто каждая из команд ставила этот вард. Какой именно конкретно? Именно в одной группе. Там было 4 группы, только в одной группе вард от всех команд был в эту точку установлен. Так это лучший вард. Самый лучший вард, который только тут можно поставить. Он больше всего дает обзора. И самого качественного обзора. Его не снимают. Вопрос. Видишь, для того, чтобы его снимать, или для того, чтобы его не дать поставить сопернику, нужно на базе активировать смоук, телепортироваться и пресечь вот эту попытку вардинга. То есть в таком случае его не поставят. Ну, либо поставят, и ты тогда его раздевардишь. А если ты этого не делаешь, ну, естественно, соперник сам нажимает смоук, делает ТПшки, такой вард ставит. Это лучший вард, который только можно поставить. Я такой вард всегда ставлю. Я удивлялся долгое время, почему его многие не используют в игре. И этот вард должен стоять на протяжении 10 минут от твоего карри. Тогда его точно никто не загангает. Ну, только в каких-то, знаешь, там, исключительных случаях, когда там еще смоук могут нажать, втроем прибежать, и, ну, тут уж тебя уже вообще ничего не спасает. Хоть вард, хоть не вард, там стоит хоть в центре. Ты от смоука, ну, никак защититься не сможешь. Потому что только какое-то макро-понимание игры может тебе позволить это сделать, когда, допустим, там, с сейфлейна саппорта ушли, а вы давите линию, и никто ее не фармит. Ну, тогда очевидно, что к твоему кэрри сейчас придут в гости и будут его бить. Вот, и тогда ему нужно отступить. А во всех остальных случаях этот вард вообще не дает никаких шансов саппортом прийти без смоука и загангать, там, вообще любого героя. Антимага, террорблейда, сларка, джиггернаута, там, клинкза, вивер, вообще, неважно, кого ты пикаешь на кэрри, если есть такой вард, кто бы сюда не пришел, твой кэрри это увидит и примет правильное решение. Ну, если он, конечно, не слабый игрок и понимающий игрок. Тогда он это сделает. МК там передвигался в виде курьера по карте и вот он нашел в лесу Тайдханта, который все-таки решил идти не на линию фармить, а с Талоном уйти в лес, но из-за того, что Джингумастри, качаясь, я на первом левеле МК отойду, и нет возможности фармить лес. Там караулит МК, ждет возвращения, но Тайдхантер уходит на верхнюю линию, и при этом МК там встречается на верхнюю линию. Кстати, там размен, круг разменов, точнее, и да ладно, побеждает Лина в соло двух героев здесь. Кстати, абсолютно зеркальная ситуация, обратим внимание. Так же, как и на предыдущей карте, Эр Спирит играл вместе с Queen of Pain, и эта дабла, она убивала Лину. Здесь же Лина успевает сделать Феррисблат, прежде чем отправиться в таверну. Это показательный момент, что Ехом Кин все-таки лучше играют, ну то есть Лина как исполнитель лучше, чем Queen of Pain в данном моменте, которая подставилась под станы, и Эр Спирит, возможно, чем-то там не попал, я не совсем заметил, хотя нет, Эр Спирит попадает скиллами исправно. Станом мажет Лина в этот раз, пытается спастись, но похоже тут натыкают ей нормально, да. Там нет какого-то фэрри фаера, а телепорта нет. Или чего-то. Да, он только что тапежился и сразу погиб. На что-то был тайминг первый у Лины. Ну типа минуту 45 он умер и записал тайминг. На что? На телепорт. Не знаю. Может уже не знаю. Просто помигал тиммейтам, сказал, ребят, минуту 45 и меня уже дважды в миде убили. Это была первая смерть. Ну я не знаю, на что это, ну ладно. На что-то. Там с ТМК караулистного Тайтхантера в Инвизе. Тайт уже активирует здесь шрайн для подхила. Ну как-то решил здесь МК уделить свое внимание именно Тайтхантеру, но при этом МК все еще первый левел, а Тайт себе третий уже апнул. У него тоже на путь схватает. Весьма так плотно лицо отрывает МК с одного ланчер-смэша. А там фраг на нижней линии. Загнает к лапверкам. Земеля, Дизраптор и Джиггернаут его убивают. И это третий фраг для Витчи уже. А еще и попытка въехать, точнее въезжает по Варлоку. Отличный Болдор-смэш и Варлока здесь тоже убьют. При этом развена не будет. Клокерк здесь ничего не сделает. Клокерка левел 3. Ну, не может добраться. Хотя батарейки сейчас будут и он хочет сделать фраг, помчался, но размонсил в итоге Дизраптор. Ну и Клокерк остается ни с чем. За счет фаталок можно было бы все-таки Дизраптора убить, но не захотел Клокерк рисковать. Да, пока ситуация не самая хорошая у команды Ехомкин. Они проиграли уже 4 фрага при условии, что сделали только один, пускай это Иферосблад, но зато неплохо фармит Серарблэйт. Лина все-таки на миде тоже какой-никакой фарм получается. Сейчас Серарблэйт активирует Метаморфозу. Энтерсмэшем попал Тайдхантер и слил 50 урона просто ТБ одним Энтерсмэшем. И то это Энтерсмэш второго уровня. Там змея снова приехал. Три героя в центре обитают у команды Вичи Гейминг и это смерть для Лины. Попытка размена, но неудачна. 5-1. Неплохо ругает. Не тот хардер просто у Ехомкин. Этого бы не происходило, если бы тут был бы не Клокверк, а допустим Легионка, про которую мы вспоминали. Потому что Легионка способна один на один с Джиггернаутом хорошо стоять и отбирать фарм. И дамажить Джиггернаута. И Джиггернауту тогда бы понадобилось с помощью саппортов. А так у Лины уже 3 человека в центре. Конечно, Лина как герой без эскейпа не может с этим справиться. Постоянно ее убивают. Смотри, на... Несмотря на 3 смерти, у Лины больше, чем у Квапы. У Лины рейнж-атаки выше. Ну тогда, я не готов сказать. Повернее она сидит как бы, а Квапа стоит на Лине. Да там не такая большая разница. 3-4 крипа это не так сильно. Три смерти как по крути. И там уже шестой фраг подъехал. Ну, как-то по всем фронтам пока проигрывает Ихом Кин. Ну, учится то, что как бы у Тайдхантера все норм. Да, там УТБ крипа много, но у Тайддат как бы 21 крип. И это топ-3 крип стат на карте в команде его. Это многовато будет и в итоге он как бы вообще плевать хотел на заряженный Джингу-мастер. Есть палка, но сбили пол КП Тайдхантеру. Тайд не унывает, сражается дальше. Там, правда, убили Дидраптора в центре. Нет, снизу это произошло. Клаккерк сумел сделать фраг. Но Налина погибает в центре. Варлок никак не может засейвить. Он даже себе хотел уже Shadow World 2, чтобы было больше возможностей подлечить. Это уже четвертая смерть Налина, да? Так, оно и есть. Ну, а Тайдам уже чувствует себя безнаказанно отчасти. Левел 5. просто танкует. Продолжает возвращаться и возвращаться Лина в центр. Это может быть немножко неправильное решение, потому что снова снизу есть Глимс по Клакверку, но он сражается до конца гейминг, есть Тики и побеждает! В итоге Диджигернаут, да ладно, как так-то? How? Ну да, кажется, погибает Клакверк, но он сделал очень важный фраг на Диджигернауте. Да, он сделал очень важный фраг и сразу же удается ему купить Транквилы, пойти куда-то чисто теоретически убить. Там влетают на Террор Блейда, работает ренд-дроп, палка от Манкикинга дерется до конца. Пресс слишком нагло въехал, у человека, потому что у него есть Трик и погибать ему нельзя до смерти ТБ и он даже не погибает здесь вовсе. Вот Сандер был бы Террор Блейда, он бы тут вышел. ТБ провожает, полосу пить сейчас котейка не получилось, тает уже здесь и ничего не сделать уже в команде Хомкин. Да. Забил бы Стрик, и как раз Хи-4 фрага сделал уже Прэй. Было бы хорошо, даже учитывая смерть. Ну и в итоге 9-3 на преимущество не так велико. Хотя минута 8, а 1400 немало, конечно. Не лучшим образом реализовывает себя Манкикинг, у него 3-й уровень, и до сих пор нет Праймал Спринга. Как он собирается роумить без Праймал Спринга не совсем ясно. Вот прокачка Джингу Мастери на первом левеле, она хороша для того, чтобы зонить Хардера. То есть, если ты видишь, что приходят к Террор Блейду, ну там, Абадон, Тайт Хантер, Омник, или еще кто-то, ты просто на первом левеле покупаешь Пурман Шилд, и берешь Джингу Мастери. И тебе вражеский Хардер вообще ничего не может сделать. Ты просто тыкаешься с ним, заряжаешь пассивку, дэмэджа получаешь мало за счет Пурман Шилда, и при этом потом начинаешь откиливаться. Но, если ты видишь, что Хардер не приходит, если ты видишь, что Хардер отправился в лес, ну подожди, не качай Джингу Мастери, возьми Праймал Спринг, прыгай по деревьям, воруй Икспу, воруй крипов, напрягай мидера. Манки Кинг, ну, ноль импакта. 9 минут, 0-0-0, статистика у Роумера. Это не то, что должно быть. Снизу серия фрагов, он не качал себе Джингу Мастери, он был просто в облике курьера, искал кого-то, и в итоге нашел Тейт Хантера вот здесь и вкачал Джингу Мастери. Ну, это глупо. Ну, повторю, погибает по Т2 вышке просто от Тайда. Тайд потратил на него реведж, это в целом, наверное, не так плохо для команды Ехоум Кин, но, но это 12 фраг уже. Ситуация, ситуация на карте, да, в целом, не очень удачно вкладывается. Да, есть палка по Тейт Хантеру, но, теперь нужна помощь. Нужна помощь. Ну, Лина там подъезжает, так что это явно фраг на Тайде, и Тайд, ну, подзагулял, слишком много сказал, там его не должны отпускать вообще никак. Есть замедление, МК пока скачет, и вот Лагуна финальная. Пятый фраг для Кина подъехал. Это хорошо. Лина тут заработала 250 голды. Кстати, у Лины, несмотря на 5 смертей, до 10-ой минуты, нетвоз выше, нежели у Квапы. На 300, даже на 400, ну, там ладно. Это как минимум странно. Ну да, как так. То есть у Квапы 3-1-2, у Лины было 1-5-1, и у Лины там было, он был на творчество с точку выше, на пару сотен. А Та погибает внизу, и еще один раз клад вверх. При этом он ошибается, кастует телепорт, туда не успеет он после респауна вовремя прийти на лайн, тут будет много очень крипов, и часть этих крипов Клокерк пропустит. Мне кажется, об этом взято. Задавным дэмэджем. Ну, ты знаю его, я. Террор Блейд, да. Ну, Кьюн оф Пейн не знал, а что тут будет, все-таки надо было попробовать. Так бы Террор Блейд и у Хартленера команды и Хомкин там крипсаты хорошие. То есть у Лины 62 на 6, у Клокерка 3-4 на 12. И вот у Нетворса там, ну, в принципе, норм, есть хукшот, въехали, и... пошла. Вот у Генос Арена вкастовал Джингл Мастер, точнее, вкастовал ультимейт, и двух героев убили здесь скины. Отличный файт. Неплохо. И, скорее всего, осталось там 700 голды преимущества. Вукон Каман был крайне хорош. И вот заработали здесь. По графикам 1000 голды отыграли. Ммм, ну... Есть, кажется, здесь... Вынужден был Манки Кинг использовать палку, да. И убили в итоге двоих. Не попал... Не попал палкой Манки Кинг по Хао, потому что там еще Блэк Фьюри была активная, но он вынужден был эту палку кастовать, потому что в него уже камень летел. Он не мог и отстрейфиться, и потом палку там Гримс по ТБ кастуется, ТБ кастует телепорт, рэвидж имеется, рэвидж не жалеет, но это, понятное дело, уже тут, как бы, норм. Есть еще Сандер. Ну, есть Сандер по ТБ, но Саймонс поймал от земель и погибает Террор Блейд. Это 16 фраг для команды Вичи Гейминг. Угу. Террор Блейд снова погибает, Тейхантер снова потратил рэвидж, поэтому ну, это опять не так плохо для команды Ехомкин, но все равно, то, что Террор Блейд умер, это нехорошо. Если сейчас Ехомкин смогут чем-то ответить, пойдут подерутся. У Варлока есть ультимейт, у Клокерка также есть ультимейт. Клокерк собирается у нас Мидасик делать. Это, мне кажется, решение правильное. Клокеркам тяжело держать хорошую строчку в Нетворсе, если ты без Мидасика играешь. Но все равно, знаешь, как бы, а вещи иметь все-таки хочется. Доминация, вот, ну, заметно от команды Вичи Гейминг, но при этом Квапа на пятой строчке по Нетворсу. Как так? Вроде бы, как бы, еще 5-1-2 должна быть там, как я видел, топ-3, а там Дезраптор подзагулял. МК его нашел на елке и никуда не уйдет. Палку пока Сделай фраг. Отлично. Восьмой для себя. Как-то кинны, здесь, конечно, уж хорошо формят. Вроде бы, линии все проиграли, но крипов-то убили. В достатке даже больше, нежели оппоненты на тех же позициях. Еще и вышку спушили. Неплохо. Джиггин Аут, Хао, здесь в соло почему-то, ТБ с метаморфоза и Хао, телепорт не кастует, пытается уйти, его провожают, есть в вокон-команд, есть он не слэш, это минус Дезраптор, сверху ракета залетает, пошел у нас ПК-камень, есть Голем, подцепили, Прея, Прея со стриком, у него был 5-0, и он его теряет. Что, почему так происходит? Ну, немножечко увлеклись ребята, надо было все-таки не драться здесь, не было Тейк-кантера с его реведжем, и так получилось, что начали драку и Хоум Кин, дали хукшот, дали ультимейт Варлока, и кое-кто не смог уйти. В целом-то погибает два саппорта, в итоге, это не так уж-то и плохо опять, если Тейк-кантер умрет, это будет очень плохо. Пытается ретайна, не получилось этого сделать, но там Стик-ква-пи неплохо так на пенале с метаморфоз, точнее, все люди метаморфозные, ну и в итоге отыграли все преимущества, которые зарабатывали Вичи, потому что графики там 300 голды все ведут, а это все-таки было 3000 плюс за Вичи Гилю буквально минуту назад. Ну, как сказать, Унк готов смоу какой-то предовратить от команды, но не прожимали там в итоге Вичи не прожимают все-таки, все-таки выезжают они куда-то на охоту, правда там все-таки пингуют Клакверк, иллюзия спарилась или что поражать Смака? Искан вот кастуется, да? Есть информация, никого не должны убивать здесь Вичи, есть, конечно, как-то глупо не сыграют сейчас кто-то из скинов, но они не играют глупо, они вот на топе сплитят, то есть там ТБ с Линой готовы забрать последний тавр 5-1 линии соперника, и при этом Лина после этой вышки себя вывезет в Бладстоун. Лина, которая начала игру 1-5-1 на топ-1 по Нетворсу, ТБ, который удается зарековриться, да, второе место по Нетворсу. Квапа, которая сделала 5 фрагов, пятая строчка по Нетворсу, как так? Так, будет 2 конотопии, подцепили в итоге там ТБ через ультимейт Дизраптора, его пробивают, нужно кастовать Сандер, но он этого не делает, есть отличный реведж, и это минус 3. Лина, никто не уходит, ну и норм, Тавр задефали. Совершенно все по-другому, когда Тайдхантер дает реведж в троих героев, а не когда тратят его где-то на одного персонажа, ну там, конечно, хочется террорлейда убить, и там надо было этот реведж давать, но все равно, когда у тебя реведжа нет, не нужно драться, и вот как только реведж появляется у Тайдхантера, сразу же легко выигрывают битву ребята из Вичи Гейми. МК. ДД нашел, все там подрезают, но драться на шайне не стоит, плюс там отличные Коги, Вукон Каман сверху, это минус 2, Джиггернал здесь не переживет, правда, кадров стало слишком уж мало, Джиггер пока крутится, его вроде бы крипы подрезали, да, мародеры эти, и мародеры не задонают его, точнее не убьют, и это все-таки фраг для Кинов, и это минус 3 у Джиггернал-то. Ну, пытались просто подрезать Вичи, как-то нам выйти в спину, но так уж получилось, что вышли прямиком в лицо, Клокверк, который просто на хукшоте и Когак закрыл, ну, а сверху фанкоманд еще вошел под ДДшкой от МК, и снова графики в ноль ушли, хотя был отлично сейчас файт на топе от Вичи, когда они снова себе преимущество захватили, небольшое, Клокверк купил себе минасик, потихонечку начинает его сбрасывать. Скоро лвел 12, второй хукшот, кулдаунице он будет меньше, лететь будет дальше, урон наносить и десеплить чуть-чуть сильней. Попадают на хаос. Да, на Си Джиггернаута, у него нет, он не слэш, у него нет Блэйд Фьюри, и он, ну... Но тут есть шрайн. Да, благо есть шрайн. Пришел Тайд Хантер, Тайд Хантер без ультимейта, МК успел сделать прыжок на елку, правда, свелки его быстренько сбили, стан на 4 секунды, и это конечное. Но, пытается натковать, сейчас будет от него анчер смеш, лагуну получает, очень больно Тайд Хантеру, Тайд Хантер может погибнуть, шрайн уже был заюзан, Тайд пока пытается уйти, блинка не умеется, но блинк ему сделать не дают, и это минус Тайда, даблкил для ТБ. Как можно Тайд проиграть на шрайне заряженном? Когда Тайд Хантер мажет анчер смешем, когда Тайд Хантер мажет анчер смешем, Террор Блейд не получает штрафы по урону, и он просто уничтожает любую герою. Там Хао, кстати, с умнислешем, ну, клинни подойдите, пожалуйста, а то можно так нафидить. Ну да, в итоге ну, если что, задинается, наверное, в случае чего. Ну, конечно, хорошо, но терять заряды в свежем Бладстоне не хочется. Только заработал там парочку себе зарядов новых. В итоге файт у нас два в два, и здесь на самом деле никто ничего не заработал. Там разница в 50 голды и там 50 эксплей. Да, заработать-то не получилось, но у Лины Бладстон зарядился. И Клокерк продолжает фармить с Медасиком. И Террор Блейд в Лейте сильнее Джаггернаута. Да, тут не поспоришь. Вот эти факторы, если учитывать, то все-таки не самая удачная стычка для командовича гейминг. Джаггернаут только-только дофармливает манту. У Террор Блейда есть Яша и Драгонлайз. Да, БКБ нужно приобрести, чтобы Тег Кантер не напрягал своим реведжем. Да и, знаешь, попадать в статик Шторм Дезраптора тоже не очень хочется, если честно. Там Сандер нельзя скастовать. И тебя быстро убьют. Да. Согласен. Ну, и в итоге вышку спушат на верхней линии. Кины снизу того, конечно, спушили Вичи. Есть реведж. И вот против реведжа тратся не особо-то и хочется из-за того, что Вижен расставлен. Здесь вот команды Вичи Гейминг. Мы пока сейчас Кибой решили перенимать. В смоках пытаются сейчас как-то выйти. Пре обнаружили. Пре промазал в итоге камнем и не сбился. Ёлки МК. В итоге МК вырывается. Пошла палка. В окон Камакани гастует. Есть у Тиметов Кин оф Пейн. Пробивает. В те времена Пре. Пре должен погибнуть. Осталось один удар. Да, это минус. Правда, там Клоток навалит по-как-как вверху, но демажа писал достаточно. Есть Сандер по Тайтхантеру и Тайтхантер ворвался с блинка, но как бы Квапа была здесь. Джиггернаут тоже где-то там отступал очень битым. И ну как бы да, ты кастуешь реведж, но Квин оф Пейн уже там без ультимейта, а Джиггернаут он, не знаю, уже тратил. И то есть кто будет вписывать урон по твой реведж. В итоге снова файт в ноль, но при этом реведж в кулдауне это очень важно. Кстати, там кто-то поймали. Лину поймали. Хотя, как поймали? Лина там плевать хотела на Статик Шторм, просто ломает лицо Квин оф Пейн. Квин оф Пейн почти погибла, Лина за дубочка пошла, но нет, уже не достанет. Казалось бы, там Лину поймали, но нет. Не тут-то было. И еще два, даже три. Нет, подожди, у нее сколько было? Четырнадцать рядов? Один ряд был столом. Триот. Да, у него было четырнадцать зарядов. До этой драки стало пятнадцать. Ну, в итоге странно сыграл на самом деле Тейдхантер. Он ворвался там вперед, дырнул за вышку, потому что к вопатам дыралась против лакверка, Жигернаут тоже там был не около Тейдхантера. И решили сейчас убить земелью на топе через инвиз, через свежее ШБ от Лины. Ну, это все. Проявить здесь никак не уйти. Даже лагуну решили потратить в него. Лагуна быстро восстанавливается, Линя лучше делает ластхиты, чтобы побольше золота было, поэтому, да. Почему бы лагуну и не потратить здесь? Да, вот у Гелина, которая игру начала 1-5, уже имеет когда 6-6. вот-вот, у Клокерка появится Блэйд Мэйл, будет тяжелее Квин оф Пейн наносить хороший дэмэдж и при этом оставаться в живых, потому что большое количество АОЕ нюков у этого героя, там, хочешь не хочешь, а Клокерка ты зацепишь, и тебе это дэмэдж вернется обратно. Знаешь, на самом деле вот удивляю, ой, там есть кукшот, неплохо въезжает по Хао, Хао, когами пока откинули, и, ну, два суппорта убить не получится, а Хао тут на самом деле даже боится. Касуть, у меня слышишь, при том, что крипов рядом не было. Да, заставили немножечко понервничать Хао, он использовал Блэйд Фьюри, попросил тиммейтов подойти помочь ему, но в итоге врага не получилось, да и в ответ тоже никого не убили игроки Вичи Гейминг. Да, вот в плане удивляют, сейчас Китай и Хунгкин вот так заиграли, что там выбивают IG Виталити, выбивают там Вичи на квалах к эпицентру и ЛФуай, потому что вот к ним пришел Афу из Варьерс Гейминг и они настолько жестко сейчас разваливают, хотя казалось бы там ЛФуай слабее. Да, там и Юби тоже же участвовали на квалификациях. Да, они вообще вылетели в этом раунде, как я помню, есть ревэч в те времена, мультимет, Клин Оф Пейн и готов от нее Годлайк, файт продолжается, там пробивают Лину, есть хукшот неплохо, Лину подсевить здесь наверное не получится никак, хотя на раскасовываться по максимуму, даже денается по итогу, в максимум ДПС Сандер имеется, бьют Тейт Хантера, Тейт Хантера, Тейт Хантера, Сандер кастовать, но не успел взять ТБ и нужно ретироваться команде. Какая-то странная драка, Тейт Хантер в итоге Энчер Смэшем постоянно цеплял Террор Блейда, тот не наносил дэмэджа вообще, но тут Лина пришла с респауна со своим Бладстоуном и начинает разваливать с дополнительным дэмэджем руками, есть ли возможность подцепить хукшотом? Нет, хукшота нет у Клокверка, но Лина очень быстрая, смотри, Глина спада в итоге Лина обратно, да. Что в итоге? В итоге 4 в 2. В итоге потратили ревэдж, да, 4 в 2 денег больше получили Ехоум Кин, потеряла Лина зарядов в Бладстоуне, но золото за свой фраг не отдала сопернику, за свою смерть точнее, потому что она заденайлась при помощи этого Бладстоуна, но могли намного жестче подраться, могли подраться намного жестче, если бы Террор Блейд просто бы активировал свой Блэк Кинг Барн, он почему-то не хотел этого делать, непонятно, что он ждал, он попал под ревэдж, он попал под Денчер Смэши, которые бьют ему и дебафают кого-то бы поубивал, наверное, и Сандер бы успел скастовать, все могло бы получиться иначе, непонятно, почему он пожалел, может его просто не выпустили из Дизейбла, да нет, он вроде как бил какое-то время. Не захотел, кстати, там Квапа запрыгнула на хайграунд, но нет, так же и не убить. Кстати, ну неплохо так играет Диздрафтер, он липнул Клаквер, который на кушути залетил на хайграунд, ну то есть могли его там оставить на ХГ, там сбить ему телепорт и пускай там себе сидит, но нет, он его просто ну зачем-то, не знаю зачем. В итоге пытается его пробить, есть от него Коги, его правда закидывает через полдерсмэш к оппоненту и Клак погибает. Ну да, кстати, по поводу Ньюби, вот они получается проиграли матч против Ротикея в Виннерах, а потом в Лузерах проиграли Элдфлайм на эпицентре. Да, так и было. Хотя, казалось бы, Ньюби смотрелись сильнее изначально. Не знаю, как-то у Ньюби не пошло, то есть они проиграли, получается, на даке, потом они выиграли ДПЛ, с этой стороны начинается, есть БКБ-шка ТБ, ТБ пытается ломать лицо Тедхантеру, но сложно, демона же почти не вписывает, и БКБ в итоге в пулдауне, и поэтому, похоже, не увидим. Да, получается, они выиграли ДПЛ, китайскую лигу, а потом на мажоре не пошло, сейчас на квалах даже не доходят до финальной стадии турнира, ну, точнее, финальной стадии квалификации. Хукшот, въезжают, и отличные Коги в толпу героев, правда, тут лицо ломают в этих Когах в плотверху, а команда не подошла, есть Реведж, очень больно там Линя, Лина погибает, Сандер вказкован, нужно отступать, есть магнетайз, есть вакон команды, палка, в принципе, неплохо, пытается вставать под висок здесь ТБ, но ТБ без ВКБшки и без метаморфоза, и, а нет, походу все-таки еще имеется, сейчас уже закончится, Сандер уже нет, Лина, все еще в таверне, триплки для Хао, и это тимвайпы для команды Вичи Гейминг, еще и големщика доформили, и Рошанчик сверху, да, и Рошанчика сейчас должны забирать Вичи Гейминг, отлично подрались, хороший Реведж, неплохой статик Шторм, неплохой ультимейт от Квин оф Пейн, и в итоге оказывается в таверне четыре, даже пять игроков команды Яхонки, но Лина просто очень быстро возрождается, да, тем не менее, за нее золото получили, Каскерина играет без прокачки таланта, на возрождение, через урон катает, ну и теперь кулдаун с Бладстоуном разряженным, не такой уж и маленький, ну, Таигис для Хао, ну, знаешь, в прошлой ночи тоже видел такие графики, когда там тысячи три-четыре отыгрывали в ноль, но на самом-то деле особо-то и не ведут сейчас Вичи, лишь при помощи ультимейтов они сражаются, а вот без ульты разваливают кины оппонентов. Кстати, готов сиверейш у Лины уже хорошая вещь. Можно ударить джиггернаута, чтобы он не наносил большого урона. мажет станом линь. Угу. Ну, Значит, врага не будет пока. Да, в целом-то игра продолжается, террорбейт фармит, джиггернаут также фармит, только нужно призадуматься, мне кажется, над каким-нибудь мьолнером, или, ну, БФ-то уже сейчас редко кто покупает на джиггернауте, хотя я вчера видел, как Миракл покупал БФ против фантом-лансера. Там, правда, вообще никаких проблем у Миракла не было, то есть, возможно, он рофлял, может, он и догон бы купил, будь у него такая идея. Вот, но, да, какой-то все-таки сплэш, или какой-то аое-дэмэдж против иллюзии и террорблейда нужен джиггернауту, но мы видим то, что джиггернаут берет диффуза. Диффуза вещь хорошая, дает много статов, много ловкости, скорость атаки, урон неплохой, можно выжигать ману, там попытались найти Манки Кинга, но слушай, может быть, он все-таки и убил здесь. Упрыгал. Капа, конечно, понимаешь, что скримы летит. И ты показываешь за елки, и все, Капа этого и не тратила. Им калкот, он парт поставил такой. Так что свою работу он от счастья выполнил и не над видел, что важно. на счет 32-23. Ну, решили пофармить, а что дофармить? Собираются манта УТБ будет, Лина там себе фармит БКБшку, да, нужно приобретение против Рейваджа. АМК фармит себе Башер, у Варлока уже готов Солар. Ну и Клопам, Клопа уже почти с Шилой. Да, как бы не проигрывали драку за дракой не Хоум Кин, они, конечно, не прям все проигрывают, но когда есть Рейвадж, когда есть прокаст, то у Вичи Гейминг выиграть у них просто не получается физически, но тем не менее они держат хорошую позицию по командному зачету, там, по экспе, по золоту, и мы видим то, что и у Варлока тоже вроде как деньги есть. Клокер с Медасиком продолжает фармить 15-й левел, талант пока никакой не берет. на 16-м, скорее всего, вкачает какой-нибудь, который ему нужен. По-разному можно прокачиваться. Ракетка, наверное, интереснее будет смотреться. 55 дэмэджа. Ну, может быть, возьмет урон руками. У него драма, у него скорость атаки повышенная. Еще будет плюс 50 дэмэджа, у него будет почти что-200 урона. Ну, или там 175, 183, если быть точно. Среднего урона, естественно. Манта появляется в УТБ. Ну, наконец-то. Теперь можно как-то будет справляться с Тайкантером, с его анчирсмэшем. Там полторы минуты. 200-3 поставили сразу. Полторы минуты до выпадения Айдиса. И нужно спушить как можно больше того ролл в команде Вичи. Айхомкин отвечает сплитпушем. Т3 вышку атакует сейчас Лейны вместе с Манки Кингом. Террорбейт собирается сломать Т2. Но в итоге получился такой размен для Айхомкин выгодный. Они не подрались против оппонента, у которого есть абсолютно все ресурсы Аегис. Сами сломали вышку, правда потеряли Т2 на центре. Ну, Т3 погрызли зато. 600 хп отняли. Да? И смотри, вроде как собираются какой-то файт здесь организовать кины. Потому что если Егис, ну не знаю. Если кого-то подцепить и убить быстро, да, тогда будет норм. Но не факт, что это получится. Тайдхант обрывается, никого не подцепил. Клакверк террорблейд будет покупать скаде, а джиггернаут решил покупать бабочку. Если бабочка появится очень быстро, то террорблейд не успеет переквалифицироваться на манке кингварда. Мне кажется, что он даже если увидит бабочку, все равно сначала соберет скаде. А вот Лине нужно подумать о Блатторне. Вообще о Блатторне нужно подумать в команде Ехомкин. Можно, конечно, и на ТБ Блатторн сделать, но мне кажется, что лучше МКБ делать на ТБ, а Блатторн делать как раз на Лине. Там убивают Варлока, расправляется Хао, даже не тратят умный слэш. Погоня за Линой, Лина не в инвизе, под замедлением Юл на ней кастуется. Скорее придется динаиться или нет? Да, нужно динаиться. Тут есть глимпс, полностью закупается Лина и динаиться. Ну, зато БКБ успел купить. Хватило. По итогам. Надо уже отправляться до фута, потому что там иллюзии Террор Блейда давят очень сильно. Тедхантер телепортируется, он сможет Тенчерсмешем снизить урон иллюзий. Но они все равно очень больно бьют. Как-то даже подозрительно больно. Как будто Тенчерсмешем работает. Там Т4 опять. Жага сделал фраг, но правда его пытается подспит наказать за это. Ну нет, не получилось, не получилось. Хао все-таки уходит. Ну а здесь Клин оф Пейн находит под Кинга, правда есть танчик и Вукон Каманс вверху, башки сработать будет круто, но, увы, не получилось и Вуконг уходит в никуда. Сейчас должны были заметить Игл Сонг на Джиггернауте. Если Хао показывался на карте, но он должен в ближайшее время обязательно показаться. Это должно подкинуть идеи команде Ихом Кин, что им вообще нужно покупать в этой игре. Форстав готов к локеркам. Теперь можно будет немножко сейвиться. Ну, преимущество всего 3000 за Вичи для 34-го не так уж и много, но зато по XP ведут они почти 13000 и там у нас поймали кого-то на шрайне просветки кастуются, все кастуются, но там Лидовская с БКВшкой была и собственно ее и прожимает. Ну, давно мы не видели хорошего ответа от команды Ихом Кин драться они пока вообще не хотят. Их понять конечно же можно. Манкикин все-таки уходит отсюда при помощи Примал Спринга. Покупает книжечку чтобы апнуть себе левел 18 побольнее будут бить обезьянки в ультимейте теперь решили играть в две шивы по всей видимости вичи так как планирую себе купить еще и Тайтхантер Тайтхантер какой-то артефакт на ману тоже нужен и на броню потому что он не сможет купить рефрешером и не будет хватать маны на два ультимейта с рефрешером но мана возможно ему будет хватать если он даст сначала реведж потом грифзы потом даст рефрешер потом опять грифзы потом еще раз реведж мкав таверну клокверк ворвался в диздраптер но был кастован глимс и в итоге диздраптер почти выжил но его накрывает здесь тб и погоня продолжается 1 в инвизе но здесь уже никого не подспить в итоге суппорта на суппорта изменяли никто плюс не вышел но формата хорошо то есть графики были 3000 учиться то что данный файт ничего не принес командам планетам заработка чтобы кто-то вперед вырвался графики на 1000 сократились уже то есть формат все-таки лучше кины и бабочка готова у хао удерживается за собой первую строчку над ворсу 25 фрагов было с его участием недурно 10 2 хорошо воюет 10 2 15 и ассистов много и команде помогает и сам выживает не фидит и фрагов сам много делает опять-таки своими силами сейчас он найдет аркейн руну и может быть использует где-то омни слэш если найдет где там дизраптор может подзагулять палка пошла башек сработает это точно будет минус но башня не работает ракета ракетка с дополнительным уроном от клокерка прилетает итак рошан рошан появился знают об этом конечно же игроки вичи гейминг знают об этом теперь игроки команды ехом кинь должна тут разворачиваться нешуточная драка аркейн руны еще действует у джиггернаута но у джиггернаута телепорт находится в рюкзаке поэтому ему потребуется какое-то время для того чтобы приложить этот телепорт и прийти сюда урожан 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 уже падает не успели ну хорошо откинул плюс аегис аегис для лины там уже подцепил палкой но хукшот минимум от клокверка не убить там сателлиния так-то пропушена вплоть до т3 вышки и крипы уже вплотную насели на вышку и возможно стоит уйти на деф а не так прям сразу идти с аегисом пушить все остался последний табор внешний один всего у вичи можно пофармить там пару минут а потом уже отпушив все линии пойти под пуш правда рефрешер готовый тейт хантера а маны хватит ли ему нужно прям тут положать в том моменте у него все 1000 монопул при том что ревеш стоит 325 плюс рефрешер 375 это весьма дорого все у него да об этом я и говорил то что ты считаешь ману на дабл реведж с рефрешером ты считаешь ману на дабл реведж с рефрешером у тейт хантера так я просто немножечко отвлекся и не услышал о чем-то но я так понял что ты именно про это говоришь да действительно маны требуется очень много и тейт хантеру для того чтобы дать дабл реведж вместе с рефрешером ему нужно во-первых иметь полный монопул в драке а это не всегда удается сделать и грамотно проживать грязи вот пошел первый реведж убили в итоге манки кинга но хотелось бы большего пайт продолжается тп начинает разваливать с рефрешена под спирь тейт хантера второй реведж он не кастует даже не прожимает рефрешер и у тейт хантера и у тейт хантера нет байбека сейчас грац его с этим грац его с этим и похоже это минус лайн ну у джаггернаута есть еще он не слышит не стоит сбрасывать со счетов хао хао еще поделится пулемет от лины у лины есть аегис так что ну дождите совьют не страшно сандер ай в кулдауне он был и в итоге убивают здесь тб ну норм за дефали хао просто раскайпил своего соперника за счет бабочки не смогли его добить сразу он отрегейнился и вернулся с омнислэшем это понимали игроки и хомкин что сейчас хао придет и даст ультимейт и всех просто поубивает но вовремя отойти они к их большому сожалению не смогли в целом драка получилась не такая уж и плохая для вичи гейминг гандра который не нажимал рэвэдж второй рэвэдж естественно не кастовал репрессер а это значит то что после его распауна можно немножечко подождать и опять надеяться на дабл рэвэдж у него кстати взят талант на 35% дополнительного опыта и на 25 уровне он возьмет кдр ну я так думаю что кдр все-таки лучше будет но с другой стороны минус 6 к минус 6 армору минус 6 армора сагаша это тоже очень круто если ты аганин покупаешь жаль, если аганин будет чтобы аое закидывать ну на самом деле вот тот момент все-таки хао очень круто сыграл монтой в плане лагуны если бы погиб то на самом деле сторона упала минус мид точно был бы возможно даже закончилась бы игра если бы у хао не было байбека не байбек был бы я просто не помню как много золота ну да тогда бы наверное максимум что упала бы это т3 вышка и и пустились бы на утек пустились бы на утек и хомкин так бы они тоже наверное погибали потому что хао разъяренный бы после байбека кого-то бы точно бы догнал и отвесил ему он не слэшем кстати по поводу мкб блин уже почти готово а именно именно мкб а не блаторн именно мкб да там если конечно это конечно тоже хорошо мкб действительно крутая вещь но очень часто игнорируют мкб на кастерах вот да например на линии на квапе игнорируют мкб и берут именно блаторн потому что блаторн он позволяет не только тебе true strike бить но и твоим тиммейтам плюс блаторн это огромное количество дэмэджа как думаешь если она хочет все-таки бить сама руками как думаешь ну рискует будет ли тб покупать себе бабочку увидев то что джакерс тебе уже купил мкб это хороший вопрос бабочка даст ему возможность больше дэмэджа наносим потому что это опять-таки ловкость ловкость важно не только для террор блейда но и для его иллюзий но вот он передумал решил линку делать алинка для чего алинка для для того чтобы хекс доджить который есть у queen of pain ну да гему тайтхантера рискуешь ты покупать блатторн если у соперника есть например манта и лотосорб лотосорб я пока не вижу но манты есть у джиггернаут и если ты допустим ошибешься с блатторном до манты скастуешь то хао просто сбросит с себя этот дебаф и ты его бабочку уже не пробьешь то есть малейший мисплей и ты проигрываешь весьма неплохой артефакт готова у клокверка аганим вообще то что у него 230 кпл ну явно сможет там жить 12 секунд при первом врыве и вот можно будет неплохо так врываться так конечно а у него же еще и форстаф есть то есть он может дать хук поставить коги кого-то оттолкнуть дать ракетку дать форстаф спастись подождать еще один хук еще там как-то помансить пробить блэдмейл у клокверка действительно все хорошо вот это только благодаря тому что он купил медасик если бы не медасик он бы сейчас бегал с блэдмейлом и форстафом максимум в лучшем случае и у него был бы не 20 уровень а там не знаю 15 или 16 потому что клокверка фармить нереально если нет никаких драк и ты эти драки не переживаешь то на клокверке фарма у тебя не будет у нас снова графики по голде в ноль вышли преимущество просто 140 голды 140 но правда по экспе все еще ведут вичи но вот так-то 25 уже залетают там у джакера 25 и 24 у тайтхантера и у попы то бишь скоро по экспе это все будет неважно поймали queen of pain пока взяты на юл есть кукшот по хао есть форстаф но правда хао с омни слэша в краске за клоком и выехал пытается пробить здесь тб есть рефрешер маны не хватает бывает но все равно стреляет там с тб есть рефрешер пробили там еще манки кинга манки кинга находится в инвизе сразу против тайтхантера тайт в таверну даблкил кстати для лин и лина убила хао что немаловажно там пытается прей уйти поднимает в юл прейске жить будет файт продолжается queen of pain не добивает манки кинга сама квапа ловит стан ой как неприятно если сейчас баш сработает мкб работает но 100 кп выживает ну понятно я здесь должны добить суппорта хотя бы одного палка залетает осталось тут тоже 60 кп ну как так да два фрага там просто вот на 100 и на 60 кп ушли герои атаку был файт отличный то есть 4 в 3 да не хватает немножечко слотов террор блейда он проигрывает джиггернауту ну примерно сколько четыре четыре с половиной тысячи примерно ну да примерно в один слот он проигрывает джиггернаут ему срочно нужно что-то купить вот он решил делать он решил все делать дб как тебе такой выбор то что что а рефрешер то есть он передумал покупать линку и делает рефрешер ну две метаморфозы рефрешер на террор блейде хорошо делать седьмым слотом или даже восьмым когда ты уже муншард купил и ты уже ни в чем не нуждаешься тебе нужен рефрешер для того чтобы если вдруг ты умираешь выкупиться и зарефрешить метаморфозу и все остальные артефакты если они у тебя в кулдавне и тебе допустим нужно прийти в драку ну плюс если ты берешь талант на 15 ко всем статам сандер еще за рефрешить но можно взять на 25 уровне кулдаун к сандеру и тогда этот рефрешер мне кажется вообще не особо нужен но мне кажется странным выбор рефрешера от террор блейда сейчас ну да учитывая то что у него ну слоты как бы да можно хоть тараска может если ты не хочешь если ты не хочешь делать бабочку поймали можно 2 скади взять почему бы нет раньше так играли кстати через 2 скади на т.б. ну и линка тоже в общем то какой-никакой ослот но рефрешер это два блокинг бара только ради этого брать хотя у линне байбэка 50 секунд и если кто-то сейчас не умрет по глупости рошана рошана нет еще минуту повезло и хомкин повезло что рошана нет потому что сейчас бы они этого рошана отдали попытка тем к он в инвизи а у кого гем у земель может не укроп вот поэтому лучше террорбоиды все-таки шива не приобретать это я глупость какую-то сморозил но сейчас приобретая керасу на иллюзиониста ты снабжаешь иллюзией скоростью атаки теперь скорость атаки вот такая вот первородная она распространяется на иллюзии это изменили в последних патчах поэтому действительно кераса сносно будет смотреться на тб но он уже купил рефрешер он уже купил посмотрим что хочет сделать с этим рефрешером террордоид может быть мы что-то недопонимаем знаешь без байбек остается и это тоже важно и 25 уровня ну не знаю учитывая то что байбек ну немало ну это ж это ж какой-то да 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 с байбеком ты можешь задефать линию даже без метаморфозы ты можешь дать рефлекшн как-то побить руками покатить своего соперника к тому же там не будет уже реведжей у тайда они обычно используются в первые секунды драки чтобы задизейлить кого-то и убить быстро поэтому байбек очень сильно важен в таких ситуациях и то что террорблейт его не оставляет и он не оставляет его ради там блэкингбара который может просто с ног на голову перевернуть драку не ради скади не бабочки не манки кингбара а ради рефрешера черт побери который вот даже вот знаешь что мы с тобой и говорим про какие-то там керасы там про тараску речь заходила про второй скади а мкб то второе купить не хочется вот у лины мкб есть а у террорблейда мкб нет но верится ли не находишь это не находишь это немножко странно это странно то что террорблейд не бьет руками в но это для 25 уровня чтобы скорее апнуть талант естественно не хватится она можно смотри можно еще сделать вместо драгонлендса пику это тоже будет решать выталкивать себя из неудобных ситуаций из неудобных позиций то есть 5300 золота просто возможно какой подход сейчас посмотрим на драку 5200 золота прошу прощения кукшот был в спину ревердж коряво весьма коряво надо начинать драку надо заставлять тайтхантера нажимать рефрешер ну он пока не прожимает прожал пока гривсы и отступают и загоняют потихоньку есть кукшот очень больно бедному дидраптору он погибает големчика закинули прямиком в коге нашли тайтхантера у тайтхантера нет телепорта у него есть рефрешер но его уже его команды спасать не будет на это он придется прожимать рефрешер он решил чтобы курдавой пошел да чтобы пошел курдаву ему сейчас скорее всего надо будет кастовать рев承 и надо чтобы на рефрешере пошел курдаву С его талантом. Это тоже нехорошо. А, есть Рошан. Сырный. Ну, слушай, в такой ситуации, может быть, рефрешер разрешает. Потому что кончится метаморфоза. Потом эту метаморфозу можно еще раз активировать. Сидов, пейдос пробить. А Сандр, отлично! И есть рефрешер! Ну, жми ты, жми! БКБ прожал! Ну, жми ты Сандр, хоть кого-то в тиммейт, а нажми! Ну, он погибает. Ну, там же был Варлок рядом. Лучше ж ты будешь жив, чем Варлок. Ну, не знаю. Да, получилось не очень хорошо. Террорбейт погибает без байбека. Ну, как-то... Вопросы. Террорбейт решил превратить себя в... Суппортер? Я не знаю. В героя, который перегоняет хп с одной стороны на другую. Капитать. С одной стороны, точнее. Если правильное ударение ставить. Да, то есть он дал хп линии и хотел отнять у героя врага. Ну, да. Интересное решение. Ну, у него была возможность... Яд Сандер, учитывая то, что он был не в контроле. Он был по КП и там был рядом Варлок. Там было... Ну, он Варлока мог, да, действительно, Сандер искастовать. Но он хотел просто в Джиггернаут. Думал то, что... Это понятно. Повезет ему, повезет с Омнислэшем, то, что атаки Джиггернаута переключатся на иллюзии. Но все-таки Омнислэш последнего уровня, атак там очень много. И рано или поздно тебе плюха прилетает. А прилетает она весьма серьезно. Потому что у Джиггернаут уже три сотни урона. У него взят талант на 25 уровне плюс 20 единиц к ловкости. Плюс во время Омнислэша он может тебе не просто ударить ударом Омнислэша, но и своим собственным ударом. А это тоже немало. Ну, к этому и было сказано, что Джиггернаута три сотни урона. Потому что на Омнислэша там... Йольнер. Рандарный урон. Под квапой. Ну, кстати, это хорошая вещь против иллюзий. Да, талант вкачан УТБ именно на колдаун Сандера, то бишь колдаун 10 секунд. Ну, рефрешить способность 10 секунд. Да это ради метаморфозы, скорее всего, уберется. Да, метаморфозы, просто... Просто вот спорное весьма решение братья Репрешер. Так рано. Рефрешер на Террор Блэде нужен. И рефрешер на Террор Блэде это... Вот супер лейт, это маст хэв артефакт. Из-за большого колдауна метаморфозы. Но у тебя еще есть большое количество вещей, которые можно проапгрейдить и которые тебе нужно купить. Вот в этом мы сомневаемся пока. Ну да, вот рефрешер обычно используется на ТБ в плане артефакта, который находится в ранце, а не в основных слотах. То есть, ну... Да, использовал и приложил обратно. Он платит 20 урона, регенерация маны 250 и здоровье 12. Ему как бы вообще не нужно. То, что дает рефрешер. Но только для прожатия он необходимый. Все. Для колбаума на метаморфозу. Да. У Лины сейчас есть Аегис, куплен Дейдалус. Вот Лина как раз позаботилась о том, чтобы наносить серьезный урон руками. Ну, Дейдалус у нее находится в ранце. Ну, потом он будет переложен, когда выбьют Аегис. Ну, я не знаю, на самом деле, Бладстоун, наверное, лучше, что сейчас в ранец, учитывая то, что, ну... Ну, заряды, да, прикольно, но лучше бы криты вылетали, там, по 800. Он сейчас будет погибнуть завтра. Он бы погиб. Ну, он погиб, конечно. Прилетела ракетка, да. Он мог бы погибнуть раньше. И в итоге Хаурт крутился, Хаурт просто отогнали здесь. Рейвиш. Убили первый раз. Сандер нужно кастовать. Есть сыр. Ну, надеюсь, хоть что-то прожмет здесь ТБ. Ну, не должны его здесь убить. Ну, не веря в это, есть Сандер. Отлично. Ну, напомню, что Сандер у него куланами 10 секунд. У Террар Блэйда еще и есть сыр. Он может кастовать Сандер в тиммейта, поменяться с ним здоровьем, восстановить, допустим, той же самой линии ХП и сразу же прожрать сыр. Знаешь что? Который раз погибает без байбека Тайтхантер. Вот у меня к нему вопросы. То есть он кастовал один ревенш. Не два, один ревенш. Он кастовал и снова без байбеков таверния. Ну, что за дела? Ну, в итоге там Хау пытается сражаться. Кадров, конечно, очень мало. Байбеков не имеется у двух героев команды. Вич и Гейминг загоняет под базу. Падает в итоге Хау, Хау байбекается, но... Сейчас кончится метаморфоза и есть рефрешер у ТБ. Драка закончена, скорее всего. Ну, как, сражается дальше. То есть не собирается уходить. Есть рефрешер, метаморфоза, минус две стороны. И можно пушить третью, учитывая то, что Тайтхантер еще минуту отсутствует. У Джаггера нет умнислэша. Да, в итоге рефрешер на ТБ не так уж и плохо смотрелся. Ну, да, по итогу, да. Кстати, у него еще сыр имеется. И Сандер 10 секунд кулдауна, так что его нужно убить прям очень быстро. Хау, напомню, без байбека пытается что-то сделать. Но без умнислэша тяжело ему там ворваться. Он ворвался, пытается пробить здесь клока. Клока убили, убили также здесь вангин. Байбек от Квиннов по инкастуются. Сандер, напомню, имеется. Сыр имеется. Ну, прожми ты хоть что-то. Да, есть Сандер по Квапе. Она погибает без байбека. Ну, и победа 2-0 для команды Ихом Кин. И проходят они в финал нижней сетки. При этом одарили они весьма серьезного соперника. Да, игра, конечно, с большим количеством мисплеев от того же самого Тайдхантера. Где-то не доигрывали игроки Ихом Кин. Но в целом они победили. А победители, как мы знаем, не судят. Сыр съедает Террор Блейд. Да, все еще есть Сандер. Убивает Хау, который выкупался. И да, это действительно ГГ. Молодцы, Ихом Кин. Заслуженная победа. Они оказались действительно сильнее своего соперника. И вот он ревердж. Похоронный. Коронный. Ну, знаешь, все-таки прям так приятно удивляют Кин в плане того, что, ну, казалось бы, то есть там Клаквер, который погиб 4 раза, Лина, которая умерла 5 раз, и ТБ, которого все-таки там чуточку гнобили. И при там фрагах в 2 раза больше было фрагов у Вичи, по Нетвордсам топ-1, топ-2 был за Линой и ТБ. То есть они фармили весьма хорошо. И Клаквер не проседал по фарму Тайдханта, который, ну, Тайд просто в лесу там Крепов бил с Талоном. И потом на Лине спокойно стоял. А Клакверка гоняли. Да, умение рекавриться – это один из достаточно важных параметров твоего кор-игрока.